Зачем американский госсекретарь едет в Грузию? Кто выигрывает в президентской гонке США, а также решение провести референдум о приеме беженцев в Венгрии? В сегодняшнем обзоре прессы здравствуйте! Госсекретарь США Джон Керри запланировал официальный визит в Грузию на 6-7 июля. В эти дни он встретится с первыми лицами страны и примет участие в пленарном заседании стратегической хартии Грузия-США. Об этом нам сообщает грузинский МИД. Визит состоится в рамках пленарной сессии Комиссии США о стратегическом партнерстве с Грузией, который возглавляют премьер-министр Георгий Кверикашвили и госсекретарь США Джон Керри. Она охватывает широкий спектр сотрудничества в сферах экономики, торговли и энергетики, обороны и безопасности, демократии и управления, связи между народами и культурой, говорится в сообщении. Грузинский МИД также подчеркивает, что Керри встретится с премьер-министром, президентом, министром иностранных дел Грузии, а также со спикером парламента и представителями оппозиции. Грузинские парламентарии считают, что визит государственного секретаря США в Грузию перед парламентскими выборами, который, кстати, пройдет 8 октября уже текущего года, а также перед варшавским саммитом НАТО, очень важен. Социологический опрос показал, что кандидата демократической партии США Хилари Клинтон лидирует в предвыборной гонке в США. Она оторвалась от своего главного соперника Дональда Трампа на 12,6%. Опрос был произведен исследовательской службой Альписос. По данным службы, в начале прошлого месяца Клинтона пережала Трампа на 11%. Ее поддержали 46% населения. За Дональда тогда были готовы проголосовать 35% опрошенных. А согласно последнему исследованию, свой голос за Хилари хотят отдать 45,5% американских избирателей, в то время как миллиардера поддерживают лишь 32,9% респондентов. Напомним, что выборы в США пройдут 8 ноября, а Хилари Клинтон и Дональд Трамп фактически обеспечивали свое выдвижение от партии. В Венгрии собирается провести референдум о квотах на прием беженцев. Событие назначено уже на 2 октября, а официальная кампания началась уже вчера. Однако венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном, который и инициировал референдум, призывает высказаться против данных рекват. На улицах Будапешта уже висят билборды с надписью «Дайте четкий сигнал Брюсселю», чтобы им наконец стало ясно. Политический аналитик Эдитс Гуд прокомментировал, что сразу же после того, как Великобритания проголосовала за Брексит, правительство в Венгрии пришло к выводу, что надо прислушиваться к мнению народа. Так, во время переговоров с ЕС о квотах они уже смогут ссылаться на референдум в стране и говорить, что они предоставляют волю народа Венгрии. Окончательного решения о распределении квот беженцев между странами ЕС в Брюсселе еще не принято, но правительство Венгрии хочет быть в полной готовности, когда начнется очередной раунд переговоров. А Виктор Орбан думает укрепить свою власть, рассчитывая на то, что большинство граждан Венгрии отдаст свой голос против политики Брюсселя. И на этом наш обзор прессы подошел к концу. Оставайтесь в гуще всех мировых событий с Дукаскопи ТВ. До завтра.